70 лет назад, в октябре 41-го года, в области началось формирование 234-й стрелковой Ярославской коммунистической дивизии. Ее костяк составили рабочие предприятия. Получив боевое крещение под Москвой, дивизия прошла всю войну. Закончила ее на Эльбе и была расформирована летом 45-го. Сегодня в Ярославле прошли торжества, посвященные юбилею дивизии. Сюжет Евгения Полковникова. Юбилей Ярославской коммунистической начался с возложения цветов к мемориалу на Леонькевском кладбище. Все 70 лет со дня формирования, это безусловно дата ветеранов дивизии, людей в возрасте, собрать сейчас непросто. Правительство региона проделало серьезную работу, чтобы этот юбилей состоялся. 234-я стрелковая была создана в годы войны по инициативе самих ярославцев. Торжественное чествование ветеранов прошло сегодня в ДК «Строитель». Именно в этом подразделении сформировались наши ярославские отряды. Именно здесь были и рыбницы, в том числе, и костромичи. И подвиг воинов дивизии, дошедших до Эльбы, мы сегодня изучаем и по книгам, и по летописи. 234-я Ярославская – это дивизия еще двух почетных наименований. Ломоносовская за освобождение городка Ломоносова в Смоленской операции. Пражская за освобождение крепости Праги, правобережного предместья Варшавы. Сегодня же ветераны посетили и музей боевой славы, где путь дивизии увековечен уже 30 лет. В дивизию вступали добровольно с Ярославского автозавода, ныне моторного, шинного завода и других предприятий. И чествование ветеранов в этот день – дань памяти и уважения к их подвигу. Ярославская дивизия прошла всю войну. Сегодня, 70 лет спустя, осталось совсем немного вас, наши дорогие ветераны. Мы вас очень любим и хотим, чтобы вы были с нами подольше. Мы сейчас готовимся к присвоению, по крайней мере документы подаем, городу Ярославлю, звание города воинской славы. И вот вклад воинов, Великой Отечественной войны, наших ярославцев, земляков, вот в эту страну, в этой ветераны очень велик. Евгений Полковников, Максим Сушанов, Городской телеканал.